Так, вечер во Владимире традиционно по четвергам открывает обзор Владимирская газета на студии Сергея Валентиновича Казакова, директор издательского дома Томикс. Добрый вечер, Сергей Валентинович. Добрый вечер. Как всегда, много интересных новостей накопились к четвергу. К четвергу, да. Поэтому вам все карты в руки, собственно, и вся газета тоже. Спасибо. Да, наш номер открывается первой полосой. Это День знаний в новом формате. К сожалению, коронавирус внес свои коррективы. Хотя, конечно, все руководители школ, директора, учителя постарались, и родители постарались, чтобы все-таки праздник состоялся, и он состоялся. И наш журналист Оксана Катина побывала в школе и сделала большой репортаж. Я думаю, он будет интересен. Вообще, вот эта вот третья полоса, я с нее уже начал, потому что обложка здесь у нас 1 сентября. Она вообще посвящена Дню знаний. Здесь, например, есть, что младшеклассников обеспечить питанием. С федерального бюджета пришли деньги. И сегодня уже, помните, споры были у нас в городском совете. Там хотели сделать, чтобы часть детей питалась. До четвертого класса, младшие классы. Часть там вроде кто побогаче, семьи, так сказать, их отделили. Но помните выступление нашего президента Владимира Путина, который сказал, что не надо делить. Трудное решение, но мы приняли решение всех, независимо от, так сказать, обеспеченности семьи, будем всех кормить горячими завтраками. И вот такое решение состоялось, и оно уже внедряется в жизнь. Ну, здесь есть цифра номера, что 145 тысяч ребятишек в Владимирской области пошли учиться 1 сентября в школы. Вот. Ну, в общем-то, так сказать, вот на этом третья полоса заканчивается. Очень интересно. Переходим, ну, как всегда, к политике. У нас без политики не бывает, как вы знаете, у нас общественно-политическая газета. Ковров обрел главу города. Наконец-то там состоялся конкурс, и в результате голосования уже депутатами, депутатским корпусом, значит, избрали главу города. Там, значит, Елена Фомина стала главой города. Женщина возглавила такой серьезный город оружейников, как мы его называем, город воинской славы, да, Ковров. Здесь же цитата номера. Владимир Сипяги, наш губернатор, заявил ответственно. Он проводил такой прямой эфир в таком онлайн формате, где он отвечал на вопрос касающихся раз 1 сентября. И там было много вопросов, они снова не закроют ли школы, перейдем ли мы снова на карантин. Но он ответственно заявил, что таких планов, по крайней мере, нет. И в сентябре мы не планируем закрывать школы, что дети будут все-таки учиться постоянно в школах, там с соблюдением всех необходимых, которые предписываются Роспотребнадзором правил, будут ходить в школы очно. Хотя, конечно, вот сегодня также здесь есть, что коронавирус вновь пошел в атаку. К сожалению, как вы знаете, наверное, что число заболевших увеличивается, уже сегодня, по-моему, 31. Лучший показатель, я так слежу за статистикой, было суточное заражение 20 человек. Мы радовались, думали, что пойдет ниже. Нет, ниже не пошло. К сожалению, вот сегодня уже идет рост. Ну, тут и сезонный грипп, в принципе, это предполагали. И поездки уже за границу, и по стране люди начали перемещаться. Кто-то из моих друзей на Байкал успел съездить, там кто-то еще куда-то. То есть пошло движение. И по всей видимости мы получаем такую, не сказать, что вспышку, но рост появился. Ну и сегодня, я уже говорил о Коврове, во Владимире проходят тоже выборы. Вы знаете, что 13 сентября у нас единый день голосования. И о выборах у нас два материала. Ну, первый о том, что состоялось сегодня заседание конкурсной комиссии очередной, на котором рассматривались четыре кандидатуры, кандидатов на главу города. Ну, ваш покорный слуга там один из кандидатов. Сегодня был основной, так сказать, день, когда был, так называемый, первый этап конкурс документов. Когда проверяла комиссия, ну, после там соответствующих запросов, они проводили проверку документов, которые сдали кандидаты. И, так сказать, после проверки объявили, что вот все четыре кандидата дошли до второго этапа конкурса. Это такое собеседование, когда человек представляет свою программу развития городского хозяйства на ближайшие годы и отвечает на вопросы членов комиссии. Комиссия, как вы знаете, состоит из депутатов городского совета и представителей губернатора. Ну, вот в результате вот этих двух процедур, на второй процедуре собеседования, один из кандидатов, Артем Андреев, в общем-то, решением комиссии был снят с конкурса. Было отказано в прохождении, так сказать, дальнейшее прохождение конкурса осталось только три кандидата. Это Лев Логинов, вот Андрей Шухин и ваш покорный слуга Сергей Казаков. Следующий этап, это уже после избрания 13 сентября депутатов городского совета, значит, будет заседание, первое заседание городского совета, на котором вот эти три кандидата должны будут представить свою программу. Ну, а депутаты вот по уставу Владимира, города Владимира, изберут новую главу города. Кстати, полномочия главы города будут полноценными. Это будет глава, вот как я говорю, как был Иеруссий Шамов, как был Александр Петрович Рыбаков. То есть, он будет полноценным главой. Единственный минус, я всегда это говорю, что нет прямых выборов. Все-таки ответственность перед депутатами, я считаю, она как-то снижается, она ниже. Она есть, конечно, депутаты тоже сбирают народ. Но все равно это такое промежуточное есть звено депутата, который сбирает главу. Она будет и главой администрации одного у него. Двоевластие закончится после 13 сентября. Ну, вот такой вот результат. Сегодня, я уже сказал, что тема выборов у нас продолжается, идет досрочное голосование. Оно объявлено и будет идти в течение 10 дней. В общем, достаточно большое время отведено на это голосование. И сегодня наши журналисты и наблюдатели, там общественные наблюдатели, даже представители, так сказать, кандидатов, обратили внимание, что очень активно, прям в первый день люди пошли на это досрочное голосование. Ну, и есть подозрения, сейчас там уже жалоби пошли, что люди идут не совсем добровольно, а их просят, там, из различных бюджетных учреждений города, их просят в эти территориальные комиссии прийти досрочно проголосовать. На мой взгляд, это неправильно, потому что досрочное голосование сделано для того, чтобы человек, который не может проголосовать, а у нас сейчас, в общем-то, голосование там в течение трех дней, и поэтому у человека всегда есть возможность, казалось бы, проголосовать на участке, уже непосредственно не в ТИКе, как сейчас, территориально-избирательная комиссия, они не на участке, но он почему-то идет в территориально-избирательную комиссию, и когда там опрашивали, так сказать, ну, там имеет право находиться журналисты, наблюдатели, что почему вы пришли вот сегодня, а не там не 13 сентября, вы что, не можете 13-го? Ну, да нет, нас попросили. Ну, то есть, они честно признаются, что их кто-то попросил. То есть, это уже не его добровольное решение, некоторые не знают даже, что писать в заявлении. То есть, они, ну, там, командировка будет в этот день, день выборов, или он там куда-то срочно уезжает, потому что причина должна быть уважительной, по большому счету. Вот, человек приходит досрочно голосовать, когда он не может исполнить свой, так сказать, гражданский долг, так скажем, проголосовать в те дни, которые отведены. Это не очень хорошо. У нас сегодня поступил один звонок в редакцию, где человек сказал, что он нас предупреждает, что завтра пойдет муниципальное предприятие Владимирский водоканал. Дружно голосовать, вот в три наших тика пойдут работники водоканала. Ну, мы, конечно, понимаем, что человек не представился, но все-таки считаем, что вот это надо проверить. Если завтра, на самом деле, пойдет массовое голосование досрочно в территориальных избирательных комиссиях города людей, работающих в водоканале, ну, на мой взгляд, это очень плохо. Потому что, ну, нельзя принуждать людей, это вообще уголовная статья. Я понимаю, что пока нет заявлений от этих людей, мы не можем возбудить ни какое-то делание административное, ни уголовное. То есть, пока это как бы люди вроде добровольные, формально, да. Но там очереди создались, потому что такого никогда не было. Вот. Конечно, есть подозрения, что включил кто-то административный ресурс. На мой взгляд, это неправильно. Понимаете, у нас даже заголовок у Владимира устраивает вторую ладогу, правда, со знаком вопроса. Вы помните ладожские события, когда на турбазе ладога известная партия правящая организовала два участка, на одном из них все это вскрылось, что там якобы приехали студенты играть в КВН, там 400 человек, а в итоге оттуда достали там 2000 участок и чуть ли не там полторы тысячи голосов откуда-то взялось. И все были, в основном, большинство за Единую Россию. Ну, то есть, это неправильно. И, конечно, вы знаете, вот Белоруссия показывает, что люди, когда недовольны выборами, когда они видят, что есть какие-то нарушения, они потом выходят на улицы и, получается, вот иногда обвиняют тех людей, которые выходят на улицы, они раскачивают лодку. А, на мой взгляд, это власть, которая ведет себя так, когда она использует какие-то свои административные ресурсы, не дай бог, еще устраивает вообще, ну, это была просто фальсификация выборов на ладогу. Там бюллетени, кстати, сгорели потом, в территориальной комиссии сгорели, и следствие зашло в тупик, потому что не было документов, которые можно было расследовать. Надеюсь, что все-таки вот и к нам прислушиваются, и к сегодняшнему выступлению, и прекратят вот это вот, ну, на мой взгляд, все-таки нарушение, которое сегодня допускается. Ну, тоже интересная у нас здесь информация. Люди боятся экологической катастрофы. В Владимирской области люди обвиняют, чтобы противостоять московскому мусору. Об этом можно прочитать. Стекольный край развивается в Усть-Рустальном. Вот у нас неизвестный, да, стекольный край, там делают бутылку, и много красивых изделий, и вазами, наши любимые, да, и всякие там посуды, так сказать, хрустальные, много всего. Они хотят объединиться, такой единый кластер. Там был заместитель губернатора Александр Мига. Он сказал, что если вы объеднитесь, можно будет получать инвестиции. Там есть специальный программ поддержки вот таких больших объединений. И они об этом задумались, наши руководители этих стекольных предприятий. Пандемия скорректировала сроки строительства. Это о чем? О том, что у нас в этом году планируется построить 860 тысяч квадратных метров жилья. Но в связи с пандемией, вот этими ограничениями, конечно, сроки, возможно, будут сдвинуты. Но строители стараются и хотят этот план все-таки выполнить. Вот. Очень интересный рубль, который мы уже вот второй месяц начали, их знает не только в лицо. Это старое, забытое. Вот. Здесь у нас по упоминаниям в газете расставлены политики. Ну, так получилось нам в том, что я выдвинулся, так сказать, кандидатом на главу города. Я тут на первом месте. Вот оказался на втором месте Андрей Шохин, на третьем Владимир Сипягин. Подведывали всегда? Да. Тут есть Ислан Мельников, Алиса Берякова и Афия Мокшина. Вот. И другие известные политики. Вот. Сергей Корнишов и так далее. Ну, то есть, здесь интересно, кому интересно, я думаю, это будет любопытно нашим читателям, они все здесь увидят. Так что газета интересная, материалов много, я, как всегда, не все успел их осветить. Завтра киоск распечатать, у наших распространителей ее можно купить. Я думаю, те, кто читает наш печатный вариант, не разочаруются и получат огромное удовольствие и узнают очень многого. То, что не во всех газетах и не на всех сайтах печатается. Спасибо. Вот так сегодня в первой полосе вечера во Владимире обзор Владимирской газеты. Сергей Валентинович, до следующей недели. До свидания. Всего доброго.